МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко підготувала для вас комплекс вправ, які допоможуть покращити кробообіг всього організму. Добрый день, добрый день. Упражнения, с которыми мы сегодня ознакомимся, мы будем выполнять с помощью гамака. Они восстанавливают кровообращение, как сказала Виктория. Они восстанавливают работу сердечно-сосудистой системы и помогают согреться в холодное время года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настраиваемся на наши занятия, как обычно. И стопу любой ноги опускаем в гамачок, согнув ногу в коленке. И разворачиваем колено вниз. Стопа разворачивается подъемом к гамаку, держась за гамачок, удерживая вес корпуса на руках. Ложимся. И слегка натягиваем колено. Угу, назад и к полу. Хорошо. И теперь вес корпуса берут на себя руки, возвращаемся в вертикальное положение и разворачиваемся всем телом по направлению к стопе. Жгутик гамака остается по серединке стопы. Развернувшись боком, мы выпрямляем эту ногу и опускаем таз в гамак. Садимся и добавляем вторую ножку, так, чтобы стопы были... Сначала выпрямляем руками, двумя руками держимся за гамак. Выпрямляем ножку. Высоковато? Так. Хорошо. Садимся. Отлично. Хорошо. Наша задача выпрямить обе ноги, ногами вытянуть гамак горизонтально. Хорошо. И здесь складывается такое ощущение, как будто бы гамак вталкивает... Садимся. Да, спинка прямо вталкивает бедра в таз. Хорошо. Теперь стопа верхняя высвобождается и уходит под таз. Свободной рукой обхватываем лодыжку, потихоньку высвобождая корпус. Опускаемся. Можно, да, можно взяться за короткую ручку. Опускаем корпус и начинаем оттягивать стопу от таза. Удерживаем ножку прямой, она создает ощущение опоры. Да, гамак натянут, как струнка. Хорошо. И теперь попробуем пяточку оттягивать. Вот, хорошо. Раскрывая грудную клетку. Вот, да, да. И отпускаем голову. Шею расслабив, позволяем голове произвольно провиснуть. Тоже открываются все сосуды. И, да, еще больше натягиваем. Так что именно стопой открываем грудную клетку, оттягивая стопу от таза. Вот. О, хорошо. Хорошо. Очень красиво, замечательно. Отпускаем стопу и возвращаемся в исходное положение. Двумя руками, держась за гамачок, отпускаем свободную стопу. Стопу свободной ноги в пол. Аккуратненько. Хорошо. И теперь, стоя на полу, поменяем сторону. То есть, готовим, разминаем стопу второй ноги. Она у нас будет опорной. Стопа ноги в гамаке разворачивается. Ножка согнутая в коленке, стопа разворачивается подъемом в гамак. Ложимся всем телом и начинаем подтягивать коленку. О, вот, да, да, в разворот. Вес корпуса держится на руках. Берут на себя руки. Хорошо. И теперь пяточку натягиваем к полу. Именно пяточку. Пяточку так, чтобы задние мышцы ног, ноги, вернее, подтянули таз. А руками поднимаем макушку. Возвращаемся в вертикальное положение. Хорошо. Отпускаем руки, стоя прямо. Отпускаем руки. И вдох вверх. Беремся как можно выше за ремешки или за гамак. И на выдохе, как можно меньше раскачивая гамак, встаем. Вверх коленка. Встаем. Хорошо. Свободная ножка. Свободная ножка, да. Колено в сторону. И подтягиваем. Можно одеть на нее стропу сразу. Есть у нас такая помощница. Хорошо. Берем ее. Оп. Хорошо. Мы выводим. Девочки, напоминаю, очень важный момент. Руками поднимаемся вверх. Кисти рук по ремешкам вверх. И плечи у нас всегда лежат. Пока мы выстраиваем, лежат на ремешках. Пока мы выстраиваем любую асану, плечи лежат на ремешках. Так. Виталия, отпускаем. Нам нужно, чтобы бедро было за гамаком. Как в позе дерева. Хорошо. И теперь плечо. А плечо с другой стороны. Вот так. Так. Хорошо. И вот теперь. Ага. То есть, понятно, да? Бедро и плечо одноименное. С разных, как бы в разных плоскостях. С разной стороны гамака. И вот теперь свободную правую руку поднимаем вверх. Обвиваем ею ремешок. Обвиваем хорошо. Держимся. Так. И левая рука достает левую. Можно стопу. Можно одеть. Да. Стропу. И открываемся в плоскости. Прижимаем лопатки к спине. Хорошо. Лопаточки к спине. Локти лучше вы оба, чтобы смотрели в стороны. Да. Вот. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Замечательно. Внутренним вниманием находим ощущение центра тяжести. Вот. Визуализируем опорную ось от стопы до макушечки. Хорошо. И относительно этой оси начинаем раскрывать тело в плоскости. Хорошо. И стопа, опустив стопу, можно не снимать стропу. Разворачиваемся в сторону свободной ноги всем телом. Так, чтобы спиной почувствовать, вот между лопатками почувствовать натянутый ремешок. Хорошо. И теперь одноименная свободной ножки рука на ремешке за головой. Прямая, а противоположной, так, чтобы бедро и рука снова были с двух сторон гамака. Противоположной рукой. Да. Беремся за стропу или за стопу. Да. И теперь, да, выпрямляем ножку вперед. Снова ощущение оси. Вот стопа давит строго в пол, а рука, которая над головой, подтягивает на себя потолок. Помогаем удерживать позвоночник прямым. Так. Можно, да, еще? Давайте еще. Можно даже немножко ее намотать на... Не будет давить? Хорошо. Хорошо. И теперь попробуем поднять корпус. Вот. Вот. Хорошо. Хорошо. Ручку выше кисть. Хорошо. И потяните на себя потолок, зафиксируйте это положение. Прекрасно. Прекрасно. Замечательно. Замечательно. Очередной выдох. Отпускаем. Да. Беремся руками за... Развернувшись в исходное положение, беремся руками за два ремешка. И, сгибая опорную ногу в коленке, отпускаем стропу и эту свободную ножку опускаем в пол. Хорошо. Отпускаем стопу. Стоя на полу, восстановим кровообращение мягкими перекатами. Замечательно. Опускаемся на стопы, складываем ладошки на масты. Глазки закрыты. Некоторое время пребываем в спокойном статическом положении и состоянии, для того, чтобы организм выровнял все энергопотоки, восстановилось и дыхание, и ощущение центра тяжести. То есть, просто заземляемся. И на этом наше занятие сегодняшнее закончено. Разводим руки в стороны. И желаем себе всего наилучшего. То, что нуетесь разом с нашою командою, то будьте здоровы. Мы желаем вам тепла на уровне сердца, тела, ну и всех возможных отношений. Субтитры подогнал «Симон»!